милана ну блин я же тебе говорила столько раз шапку надо одевать и куртку застегивать дома мне было не холодно эти подростки это весна обманчивая погода опять сезон простуд хорошо что я знаю как быстро и легко снять все неприятные симптомы простуды антигриппин эффективное средство в борьбе с орви и простудами и для детей довольно приятный вкус у мамочка спасибо ты мне самая лучшая просто супермама но доктор их деток имею как иначе-то смотрите у нас какой матвей уже большой стал сам игрулю держит вырос как да скажи да а помните мы его совсем маленьким снимали да а давайте посмотрим те видео с малышом очень интересно слушай крутая идея от стул пойдем посмотрим какой ты маленький был а сейчас уже ударенький погнали а а а а а а а а а ты можешь потише чё ржешь как конь я только ребенка уложила да да ладно ладно я вообще-то сериал смотрю тут с мясной а даже не убрали за собой чего сложного взял и придет как будто мне и так не хватает дел ой голова раскалывается и глаза ослепаются ну я тоже хочу чаек дай мне чай пожалуйста вот встань и налей ну ладно налью сам себе мне кажется с тобой что-то не так как-то странно себя ведешь ой я бы посмотрела на тебя если бы ты целый месяц не спал каждую ночь какой бы ты был милан да надо поговорить ребят ок иду поэтому она вся недовольная такая утром проснулась вся какая-то такая полу злая нам надо срочно ей помочь она правда каждую ночь не спит представляете с ребенком по ночам он кричит его надо кормить где-то описался где-то обкакался нужно встать ночью поменять себе памперсы переодеть его ну вот и представляешь а это происходит три раза за ночь конечно она будет недовольна давайте ей поможем надо что-то придумать как-то ее расшатать развеселить согласно пап у меня есть уже план и идея пойдем короче пап я посмотрел это видео это такой легкий торт и с тикток все точно получится ну окей давай попробуем вот он это муссовый десерт с шоколадом вот он это муссовый десерт с шоколадом что? нет вы что издеваетесь? да я только что все здесь убрала все расчистила помыла а вы что здесь просто капец какой-то ма мы готовы мы готовим мы готовим у тебя тортик какой тортик? все лучше идите отсюда а я тебе говорю эти твои рецепты из тиктока не работают ты ничего не говорил этот цветок ей точно понравится ма ма ты только посмотри блин Даня да я только уложила ну как так то? ух ай ай ну что ж такое никак не могу привыкнуть к этому большому миру здесь так светло и просторно не то что там где я жил раньше да и кормил здесь кстати неплохо правда беспокоит иногда когда хочу побыть один в тишине вон светятся там чего-то интересные такие пора мне уже как следует с ними познакомиться а то живую и сам не знаю с кем притворюсь-ка я что соска у меня выпала изо рта люди добрые помогите младенцу соска упала ручки еще слабенькие как же не просто живется младенцем на свете что такое что мой сладенький у тебя соса упала сейчас папа тебе даст благодарю тебя у большой добрый человек расскажи-ка мне пожалуйста побольше об этом месте и как я сюда попал ты что умеешь говорить конечно умею ты чего это замер я тебе вообще-то вопрос задал это наш дом ты родился в нашей семье я твой папа а вон там тебе видно же да вон там он твоя мама ну раньше же я жил в другом месте там было не так светло как здесь что это было за место эмм ну это было ну что ж ты хоть еще и маленький ну давай я тебе попробую рассказать вообще первоначально ты жил у мамы в животике а потом родился и теперь живешь с нами интересно получается значит ты мой папа а та милая женщина которая меня вкусно кормит это моя мама абсолютно верно она не только твоя мама но и моя жена угу мама конечно человек очень полезный кормит меня а я ведь часто бывает такой голодный а вот ты папа какую пользу приносишь я тебя успокаиваю укачиваю защищаю да и много всего разного делаю как страшная мама с этим неплохо справляется ну не волнуйся папа у меня есть для тебя очень важное задание важное задание для меня да, очень важное пока мама будет меня кормить я хочу доверить тебе охранять самое ценное что у меня есть хех, самое ценное? и что же это такое? это моя соска обещаю что будешь ее беречь как свою обещаю отлично теперь я могу тебе доверять а сейчас позови пожалуйста маму я очень проголодался ааа там это к малышу тебе надо нуууу ладно ты что-то странно выглядишь приболел? ааа не поверишь я только что разговаривал с грунтым ребёнком как будто он взрослый такие серьезные вопросы задает Давай, иди уже, сейчас тебя зовет. Моё солнышко, сейчас мама покормит своего зайчика. Да, да, мой котенок. Не торопись, мам. Сначала я должен кое-что спросить у папы. Папа, соска в порядке? Окей, окей, мэн. Дим, 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 подержи, Матвея. У меня там курьер приехал. Сейчас, две минутки, я вернусь. Что там, мама, кипишует, да, скажи, курьер у меня приехал. А мы кофеек пьем. Нам что скажи, да, курьер? Блин, Матвей, мы тут с тобой кофе пролили. Ну, папа, ты влип, сейчас тебе от мамы попадет. Да это ерунда. Наш супербыстрый, мощный пылесос справится с этим на ура. Мы сделаем все быстро и чисто, и мама даже не заметит. Да иду я, иду. Уже закончил. Обалдеть. Капец, какие технологии. Одно удовольствие, а не уборка. Вообще, знаешь, в детстве я делал вот так. Но сейчас этого я делать не буду. И что-то сон меня опять потянуло. Но перед тем, как уснуть, хочу еще кое-что узнать. Я узнал, что ты папа, а ты мама. Красивые у вас имена, мама и папа. А меня как зовут? Вы меня называете и малыш, и котенок, и зайчонок, и красавчик, и вкусняшка, и пухляшка. И даже я как Дима какой-то. Но как же меня зовут на самом деле? Тебя зовут Матвей. А все остальное это просто ласковые прозвища. А мама и папа это не наши имена. Папу зовут Дима. А меня Веродика. Мне кажется, наш сын мыслит не по годам. Я тебе просто и говорю, я почему так удивился. Папа, мама, я проснулся. Показывайте мне, что еще тут у вас интересного в доме. Что, мой сладенький, ты выстрелся, зайка? Это у нас кухня. Здесь мы готовим еду. А зачем вам готовить себе еду? У вас что, нет такой мамы, как у меня, которая кормит вас своим молочком? Но люди, когда становятся старше, люди должны себе готовить еду. Либо можно даже ее выращивать в огороде. Поэтому это кушать нужно людям взрослым, необходимо. Я не понимаю, как можно отказаться от маминого молочка и кушать что-то другое? Ведь мамино молочко такое вкусное. Ну вот, когда вырастешь, тогда и сам поймешь. Это мы еще посмотрим. Покажи мне, что вы тут кушаете. Ну вот, смотри, я тут салат готовил, пельмени вон варим, яблоки кушаем, котлеты жарим. В общем, все как у взрослых. Странные у них вкусы, конечно. Ну да ладно, у меня есть своя еда. Пусть кушают, что им нравится. Ну что, пойдем дальше? Пойдем посмотрим еще, что тут у нас есть. Пойдем, я тебе ванную покажу. Вот тут мы умываемся. И делаем пи-пи и кака. А зачем вам пи-пи и кака здесь? У вас что, нет памперсов, как у меня? Ну, взрослые не носят памперсы. Они ходят в туалет. Ну почему? Без памперсов живут неудобно. Зачем тратить время на туалет? Ну да, ты прав. Время, конечно, приходится тратить. Но у нас взрослым не принято памперсы носить. Да. Хм, очень плохие правила. Когда я вырасту, то изменю правила. И позволю взрослым всегда носить памперсы. Да уж, в страшный мир я попал. Не просто мне здесь будет жить. Но я буду стараться, чтобы освоиться. Реформатор растет у нас. Гениальный ребенок. Ну что, проголодался? Мама, я хочу кушать. Где ты, мое любимое молочко? Конечно, малыш. Мамочка тебя сейчас покормит. Ну вот, я поел. Но у меня есть один вопрос. Какой же? Наша семья состоит из мамы, папы и меня. Но кто тогда они? А это твои родные брат и сестра Милана и Даня. Вот уж неожиданное пополнение в семье. Если они не будут трогать мои игрушки, то я не против. Пусть тоже остаются жить с нами. Мне у вас очень нравится. Я рад, что попал в вашу семью. Вы хорошо обо мне заботитесь. Но есть кое-что, что мне непонятно. И что же это? Почему вы все время снимаете меня на камеру? Это потому, что мы снимаем ролики для своих каналов на YouTube. А зачем это делать? Это наша работа. У нас очень много подписчиков, и они радуются, когда мы выкладываем свои видео. Мы обязательно тебе все покажем. Только сначала тебе нужно подрасти, пока ты еще маленький. Кстати, уже поздно. И тебя, нашего гения-малыша, пора уже укладывать. Так что, всем пока-пока. Да, и не забудьте поставить нам тогда лайки и подписаться на нас. А что, если облака это большая сахарная вата? Достать бы ее, и мне надолго хватит угощения. Ой, кто это? Кто-нибудь? Позвоните в службу спасения младенцев. За мной следит неизвестный субъект. Вызываю подкрепление. Ну что, испугался меня? Тьфу ты, кальмар в маске. Даня, зачем ты так пугаешь маленьких? Потом из-за таких вот шуток и начинаю дети тиктоки снимать. Детскую травму развиваешь. Родма-брат называется. Вот вырасту и отправлю тебя в игру кальмар в реальной жизни. Привет, малыш. Ты, наверное, проголодался? Да? О, это моя пизель это. Кушать это я люблю. Хоть кто-то в этом доме заботится о беспомощном младенце. А что у нас в меню? Да шучу я, конечно же молочком. Сейчас переоденемся сначала. Зачем на это время тратить? Я же вчера переодевался. Лучше мы в Роблокс играли. Ну или в Майнкрафт, на крайний случай. Ну привет, питомец. Отличные стельки из тебя получатся. Для моей обуви теплые. А то зима близко. Нужно уже готовиться к холодам. О, Лаки, вот ты где. Лаки, привет, мой мальчик. Привет, мой сладенький, Лаки. Да, да. Мама, не видишь, что ли? Девочка красивая зашла. А я тут голый лезу. Ты даба такая. Ну хоть прикрой меня чем-нибудь. Смотри, зайчик, твоя сестра Милана пришла. Сестра, не сестра. Ну можно побыстрее, пожалуйста. Ой, позор-то какой. Странно, что ты здесь дрожишь. Наверное, поздно. Я испугался Лаки. Пойдем, мальчик, пойдем тебя успокоить. Иди ко мне, мой хороший. Странно. Странно. И правда, что с Лаки случилось? Да? Папин Якодзума, да? Ты папин Якодзума, Япошка? Он что, хочет из меня самураи сделать? Почему японским именем меня все время называет? Давайте поиграем во что-нибудь все вместе, а то малыш тут уже заскучал. Отлично, предлагаю в робот. Арктическая тоска. Не робот за тебе, не хотя бы Майнкрафта, но попал я, конечно. Лучше пусть мне приснится, как я в Майнкрафте целый город построил. А жители меня поблагодарят за это. Пойдем погуляем вдвоем, я тебе все расскажу. Гулять вдвоем? Я вообще-то только простился. Кажется, я понял, о чем он говорил. Кто-нибудь на помощь! Не упускайте нас вдвоем гулять! Я не хочу учить кодекс самурая. Мне даже суши и роллы не нравятся. Ну ладно, если тебе не хочется гулять, то мы можем пойти. К Дане пойдем в комнату, сходим к братику. Данюша! Давай, давай, давай! Вау, вот это я понимаю, Фортнай. Круто! Дайте-ка мне второй геймпак, сейчас я покажу класс. Смотри, Матвей, какая классная игрушка. Это, кстати, Хагиваги. Прикольная игруха, Матвей. Я Хагиваги! Что? Я хочу играть в приставку. А эта игрушка похожа на доктора, к которому вы меня возите. Не буду я с ней играть. Это Хагиваги. Да хоть буги-буги, не буду. Что за несправедливость такая? Вот научусь звонить по телефону и вызову органы на Фетю. Пусть увидят, как тут со мной обращаются. Запустить, что ли, хэштег-челлендж, легко ли быть молодым? Наверняка я не один страдаю в этом мире. Солнышко, что-то ты приуныл. Что такое? Мечелька у меня. У нас есть то, что тебя точно развеселит. О, своя игровая приставка и подписка на новые игры? Но это сюрприз. Какой еще сюрприз? Смотри, что у нас для тебя есть. Сюрприз! Я, конечно, знал приставку, но это тоже круто. Знаете, чем меня можно подкопить? Мы не знали, какая соска понравится тебе больше, поэтому взяли все. Ты я с радостью все заберу. Много сосок не бывает. Да ладно, не переживай. Мы поможем тебе выбрать соски. Давай знаешь, что устроим? Показ мод сосок. Такого еще никто не делает. Чего? И открывает наш показ первая соска с медвежонком. Ну как тебе? Так, а как тебе, Матвей? Интересно, будет вот такая соска с лапками. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Я, конечно, не такой умелец большой, как ты. Дизайн-то прикольнее, как тебе. Матвей, я думаю, эта соска точно выиграет. Посмотри, какая она красивая. С кем-назавриком. Эй! Фу! Не, моя соска самая лучшая всех. Ну что, как? О, совсем другое дело. Мой размерчик. Ты точно справишься? А то я, честно говоря, немножко переживаю за вас. Да я тебя умоляю, все нормально будет. Я вон каких-то воспитал. Что, и с этой маленькой грохой не справились, что ли, да, Милана? Я ничего не понимаю. Ну ладно, удачки тебе. Ты поосторожней там, папа. Давайте, и вам не хворать. Кстати, вы во сколько приедете? Да иду я, иду. Что ты раскричался-то так? Наш день с тобой только начинается. Да, 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 да. Что такое, скажи? Бросили меня? Кинули, да? Yes. Пойдем, пойдем. Давай договоримся. Мы сегодня с тобой два мужика дома. Окей. Мы команда. Мы должны друг другу помогать. Ну ты понял. Ну вот и отлично. Давай я тебя сейчас положу в кроватку, я позавтракаю, и мы с тобой этот день проведем просто наилучшим образом. Повяжи пока здесь. Я сейчас быстренько понямку, и потом за тобой приду, окей? Да что ты опять разорался? Что не так? Иду, иду, иду. Что ты кричишь? Ну что ты что? Ну все хорошо. Ну что ты так расплакался? Мой сладкий, что такое? О-оу. Сына, какая прорезь. Ты что, иди с памперсов? Капец, Матвей, вот я в липо. Пойдем, пойдем переодевать тебя, пойдем. Ну тебе мама не надела подгузники, а? Какая-то штука застегивается. Ну я не понимаю в этом ничего. Придумай, что попало, блин. Столько веревок, столько всяких штучек, липучек, куда, чего? Так, придется загуглить, подожди. Так, закройте паховый выпуск ребенка или стегните подгузник с помощью липучек. Если у новорожденную еще не зажила пупочная ранка. Ммм. Так, у тебя ранка зажила. Отогните верхний край изделия, подгузник не должен сидеть туго, иначе под его поясом могут появиться опрелости. Тем временем... Ну вот. А ты думал, для чего подгузники придумали? То бы ты не писал, куда попало. Ага. Так вот мне надо теперь пойти переодеться. Е-мое, Матвей, это мой завтрак! Моя яичница! О, НО! Ядренка! Походу мне на завтрак придется есть один батон. Ну как такое можно есть? А батона у нас тоже нет. Ну вот. Я надеюсь, ты доволен. У меня от всего не видишь, чем в отличие от тебя. Фитнес-завтрак. Фитнес-завтрак. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ты? Что ты не спишь? Вот скажи мне, пожалуйста Тебе уже давно пора спать Солнышко мой, ну пожалуйста Папа даже подписать не может Ну я тебя прошу, ты меня уже описал Я уже не позавтракал Что еще надо? Просто глазки закрывай и спи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О-оу Пол третьего Послушай, мне сегодня нужно будет на конференции в 16 на 0 выступать Я прошу тебя, давай ты в это время будешь спать Пожалуйста Я, кстати, на всякий случай будильник даже заведу Чтобы не пропустить нам с тобой Мое событие Сын, у меня начало конференции Давай-ка мы с тобой как Поспи пока здесь, только пожалуйста не просыпайся Подключение Пожалуйста Всем привет Нет, дело в том, что годовой отчет я высылал еще Юрию Сергеевичу Что, простите? Да, это ребенок у меня просто Извините, я поэтому Я говорю, годовой отчет я высылал Юрию Сергеевичу еще Неделю назад примерно, да Субтитры сделал DimaTorzok Тебе целый день на руках надо таскать? Это же нереально Тебе только покладешь, то сразу просыпаешься А на руках спишь? Деловой, хорошо устроился Не, ну я бы, конечно, тоже спал на руках Я все понятно, там, пригрелся и так далее Но совесть-то надо иметь Наконец-то, е-м-е-м Где вас таскает только? Что такое? Что такое? Че? Пост сдал, пост принял Знала бы ты, что мне сегодня вообще пришлось пережить Это вообще полный трэш У меня этот трэш каждый день Привет, малыш От улыбки твоей на планете светлее Привет, малыш Ты пришел в этот мир И мир стал добрее Привет Привет